МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стремление выделиться из толпы, показать себя, обратить на себя внимание, может быть, даже эпатировать публику, было всегда свойственно молодым людям. В общем-то, в этом нет ничего плохого, если это не приносит никому вреда. Но так бывает далеко не всегда. Один из способов такого самовыражения — татуировка. В последнее время она буквально захлестнула мир. Свои тела раскрашивают и стар, и млад, но при этом иногда не задумываются над самыми очевидными вопросами. Можно ли доверить себя любому мастеру? И не станет ли красивое изображение на теле вместо произведения искусства уродством? Что будет с игривыми дельфинчиками и бабочками на теле молодой 20-летней девушки, если она вдруг забеременеет или, в конце концов, постареет? Не станет ли помехой для молодого человека черепа и разнообразные узоры для устройства на госслужбу? Сколько стоит свести и набить татуировку? И вообще, насколько это уместно делать из себя арт-объект? Тема нашей сегодняшней передачи — татуировка. Искусство или уродство? Сегодня сложно сказать, когда точно появилась первая татуировка. Но доподлинно известно, что ее история насчитывает более 4 тысяч лет. Так, самая старая татуировка принадлежит самой старой ледяной мумии. И вот была она обнаружена 5 тысяч лет назад. Татуировки при первобытном общинном строе служили не просто украшением. Они показывали социальную принадлежность человека, иногда даже наделялись магической силой. Ну а вот тем, кто был без татуировки, жилось непросто. В Новой Зеландии мужчины, не имеющих ненательных рисунков, его тело после гибели кидали на съедение животным, а женщинам, не имеющим рисунков в уголках глаз, не могли выйти замуж. Но были у татуировки и совсем другие времена. Христианство, когда стало распространяться, стало татуировки искоренять, как часть языческих обычаев. Вновь татуировка стала возрождаться лишь в 18-м столетии, когда Джеймс Кук привез с острова Таити полинезийца. Его тело стало практически первым в мире музеем татуировки. Но привез он не только в Великого Амайи, которого выставляли на всех ярмарках, но и само слово «тату» или «татай», что в переводе с полинезийского языка означает «рисунок». Процесс нанесения на тело стойкого рисунка путем нарушения кожного покрова, которое и называется татуировкой. Моду на татуировку в Европе вел Эдуард VII. А вслед за ним уже другие королевские семьи – Дании, Швеции, Норвегии – стали тоже делать татуировки. Говорят, что не удержался даже Николай Александрович и выколол имя своей супруги. Первая электрическая машинка для татуировки была выведена в Америке в 1891 году. А уже дальше татуировка стала обрастать новыми направлениями и развиваться, распространяясь на весь мир. И сегодня татуировка испытывает новую волну подъема. Открываются множество салонов, проводятся семинары и пишутся журналы на тему татуировки. Давайте разберемся вместе, что это – уродство или искусство? Стоит ли превращать себя в арт-объект или стоит довольствоваться тем, что дала природа? А сейчас представляем наших гостей. С вами психотерапевт Юрий Рыльский и врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Давыдова. А также любители татуировок – Максим Константинов и Дмитрий Капустин. И первый вопрос я задам психотерапевту Юрию Рыльскому. Сейчас татуировка набрала обороты, можно сказать, на 100%. Почему люди во все времена стремились украшать свое тело татуировками? Есть ли какие-то подсознательные аспекты этого? Конечно, существуют и подсознательные, и сознательные аспекты. Рисунок на теле – это, прежде всего, возможность показать себя, продемонстрировать, возможно, красоту, может быть, чем-то эпатировать, что-то неожиданное показать. Вот мотивы показа этого рисунка, они в разных субкультурах разные. Если брать молодежь, молодежную субкультуру, то это, скорее всего, какая-то возможность заявить о себе, чем-то неожиданным, может быть, эпатировать как-то людей, как-то выделиться в среде людей. Есть татуировки, которые носят характер, скажем, у военных, принадлежности к чему-то, к какому-то определенному обществу, к какой-то структуре. У спортсменов так бывает. Есть титульные рисунки, когда речь идет о каком-то ранге, о какой-то иерархии. В криминальных обществах такое используется, по сей день это есть. Есть татуировки косметического направленности, когда надо прикрыть что-то. А популярность на сегодня, может, технологии новые, может быть, это как-то раскручивается в мире. Но сегодня действительно возможность себя так продемонстрировать с помощью рисунка на собственном теле занимает много умов. У многих молодых людей это есть. Индустрия, конечно, развивается. Что тут толчком является? Ну, может быть, развитие самой индустрии, тату, может быть, что-то еще. Скажите, есть такое поверье, что нанося рисунок на тело, человек вкладывает в него определенный смысл. То, что он хотел сказать окружающим невербальным языком. Делая тату, он иногда загадывает желание, следует своим каким-то принципам. Есть ли связь между рисунком на теле и человеческой судьбой, может быть? И так, и так. Вот некоторые люди делают рисунок, подражая кому-то, не особо задумываясь, что, собственно, делают. И что с ними будет через 2-3 года, когда это время пройдет, необдуманности, что они потом с этим рисунком будут делать. Ну, как бы вот, это проблема для них. А есть люди, которые осознанно пытаются как-то вот на своем теле продемонстрировать свое отношение к жизни. Какой-то протест вполне возможно. Это люди часто амбициозные, эпатажные такие, протестующие очень часто. Знаете, возможность заявить о себе, она же разная. Иногда вот так, так, чтобы все видели, например. Если это рисунок открытый, на лице, на шее, где-то на конечности, которые можно видеть, а не где-то там в скрытых местах под одеждой, то он, естественно, наносится совершенно, что все видеть будут. Вот зачем это нужно? Ну, это заявка о себе. И когда человек выбирает рисунок, он же как-то какие-то рисунки выбирает интуитивно, то тогда вмешиваются уже его внутренние какие-то там потребности, может быть, нереализованные потребности. Может, и часть людей прикрываются татуировками, предположим, не очень уверенно себя чувствуешь. Они могут нарисовать такие оскалы, чтобы спрятаться за ними. Своего рода такая маска, которую можно испугаться, например. И застенчивые люди прибегают и к этому тоже. Поэтому здесь, на самом деле, как и осознанные мотивы, так и какое-то бессознательное стремление вкладывается в сам рисунок, который человек выбирает. И, конечно, по рисунку на коже можно говорить о характере человека. Да, действительно, все чаще мы видим людей с весьма экстремальными татуировками прямо на лице, пирсингом, шрамированием. Это какая-то очень серьезная мода уже. Ну и получается, наши мысли, как осознанные, так и неосознанные, все-таки тоже выражаются в татуировке. Да, действительно. Как, впрочем, и в любой деятельности они выражаются. В татуировке в том числе. Только это отчетливо видно. А в другом поведении это может быть скрыто, замаскировано. А здесь вот что называется на лицо. Или на лице. Спасибо. В любом случае видно. Ну что же, мы поговорили о психологических аспектах татуировки. А теперь хотелось бы обратиться к медику. Что со своей точки зрения скажет нам Ирина Давыдова? Скажите, пациенты, которые хотят свести татуировку, вам часто попадаются? Так как большой рост количества татуировок, соответственно, есть люди, их больше становится, которые хотят от них избавиться. Как правило, как мы видим, это люди, которые ее переросли. Изменилась жизненная ситуация. Даже качественно красиво сделанная татуировка начинает человеку мешать. Это регулярный поток пациентов. Но, к сожалению, до сих пор мы не владеем идеальной методикой их удаления. То есть часто в рекламах нам говорят, что лазер способен полностью татуировку вести. На самом деле это очень сложная процедура. Нужен для каждого вида красителя отдельный лазер. Это гораздо дороже, чем татуировку сделать. Это больно и долго. То есть иногда процесс занимает годы. Поэтому мы часто даже не советуем, скажем, татуировку убирать, а с тем же мастером тату-салона поговорить о возможности ее коррекции. А есть ли какие-то противопоказания? Мы очень советуем подумать людям с хроническими кожными заболеваниями, скажем, больным псориазом или красно-плоским лишаем, болезнями, которые в месте травмы могут дать серьезное обострение. Однозначно кожа, которую обрабатывает мастер, должна быть на данный момент здорова. Не должно быть аллергии, воспалений, особенно герпетических высыпаний. Очень осторожно должны быть аллергики. Потому что, к сожалению, мы видим тяжелые аллергические реакции даже на временные татуировки, которые делают хной, переводные. Татуировка, реакция же на татуировку постоянную может быть отсроченной, появится через несколько месяцев. Есть риск образования рубцов. Поэтому категорически не рекомендуют делать людям, у которых есть опыт роста некрасивых рубцов. Они называются килоидные или гипертрофические. Эти противопоказания надо обязательно учитывать, чтобы насладиться своим рисунком в полной мере. Насколько я знаю, работа тату-салонов практически не регламентируется какими-то требованиями медицинскими. Чтобы вы посоветовали людям, которые решили, все же отважились, выбрали рисунок, решили сделать себе татуировку, чтобы вы им посоветовали, на что нужно обратить внимание, чтобы это не обернулось какими-то печальными последствиями. Если не вдаваться в дебри законов, я бы сказала так, что здесь вопрос доверия. Надо выбрать мастера, который вызывает доверие, потому что окончательно решает все, как он относится к своему делу. Как он обрабатывает инструментарий, использует ли он одноразовые иглы, где он закупает красители, не всегда вы сможете проверить. Конечно, лучше предпочитают краски европейского или американского производства, не кустарные. Поэтому, конечно, это должен быть человек, о работе которого вы слышали отзывы, вы видите, что он ответственно относится к своему делу, он должен быть чистоплотный. Но есть абсолютные вещи, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, одноразовые иглы, обрабатываемые другие части оборудования. Желательно, чтобы оборудование было закрыто пленкой. Это считается хорошим тоном, чтобы брызги не попадали на приборы. Ещё очень важно, чтобы краситель наливался в маленькие ёмкости. То есть, каждая новая порция красителя была забрана из маленькой отдельной баночки. Естественно, перчатки, естественно, аккуратность. Но ещё раз скажу, всё это зависит от мастера. То есть, вы должны ему полностью доверять. Тогда можно идти. То есть, на сегодняшний день не существует стопроцентного способа выведения и удаления перманентной татуировки. А может быть, вы нас посвятите в ценовую политику этих мероприятий? Сколько стоит свести небольшую татуировку, если вы в ней разочаровались? Самый распространённый способ – это шлифовка. Лазерное или драмообразие. 60% татуировок в мире убирают шлифовкой. Но даже этот метод подразумевает встречу с врачом не один, а 3-4 раза. И 1 квадратный сантиметр, ну, в районе 1000, не меньше, вероятно, по тверским ценам. Если подходить серьёзно к удалению, это лазеры специальные. Неодимовые, рубиновые, селективные. Там порядок цен гораздо выше. То есть, это тысячи, и встреча с врачом до 10 раз занимает до полутора лет. То есть, намного дороже, чем сделать даже самую хорошую татуировку. Насколько я знаю, лазер разрушает сам пигмент под кожей. Да, селективный лазер построен так, что его длина волны соответствует цвету. То есть, чем длиннее волна, тем темнее цвет, ну, грубо говоря. Но это для каждого, особенно многоцветных татуировок, подбирается. Тогда нужно 3-4 лазерных установки. Весьма дорогостойчиво. Итак, тема нашей сегодняшней программы — татуировки. Уродство или искусство? Давайте спросим, что думает по этому поводу наша аудитория. Я хотела бы сказать, что татуировки, вот по моему мнению, это искусство. Все-таки, вот я люблю рисование. И рисование — это изобразительное искусство. А татуировки — это изобразительное искусство на теле. И, по моему мнению, это очень даже здорово. Возможно, я не задумываюсь там о последствиях. Ну, у меня, во-первых, их нет. Но мне это нравится. Но вы бы сделали себе татуировку? Ну, я вообще хочу, но пока я считаю рано. То есть я хочу еще подумать, присмотреться к этому как-то. Кто-нибудь еще желает высказаться? Пожалуйста. Я полностью согласна с девушкой. Я считаю, что женское тело от природы прекрасно, но с дополнениями, так сказать, с татуировками оно еще лучше смотрится. Я обеими руками за. Будь у меня возможность и деньги, я бы сделала довольно-таки большую татуировку, так как я считаю, что это способ самовыражения. А по поводу мужских татуировок что скажете тогда? Ну, это сложнее, наверное. Но все-таки тоже своего рода способ самовыражения. И каждому свое. А может быть есть какое-то другое мнение по поводу татуировок? Вы знаете, я не согласна. Сейчас девушке молодой 20 лет, она молода, красива, у нее упругое тело. А что будет, когда ей будет 85? Морщины, она раздастся в размерах, и татуировка приобретет ужасный вид. 85 ей будет через 60 лет. Может быть, она успеет ее свести до этого момента, одумается. Или изменить на другую. А я думаю, каждому свое. И перед тем, чтобы сделать татуировку, нужно об этом хорошо подумать. Очень здравая мысль. Мнение зала разделилось. А теперь слово непосредственным героям нашей передачи, любителям татуировок, Максим и Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как давно вы решили нанести на тело рисунки? Как эта мысль пришла в голову? Ну, мысль у меня вообще была очень давно. То есть я, как и все, даже на партах в школе любили рисовать. На партах, на тетрадных обложках. И вот как бы я увлекся сначала рисунками, потом начал смотреть журналы. Мне очень давно этого хотелось. Как бы моим татуировкам совсем немного. Например, вот это сделано в феврале 2013 года. То есть это моя первая татуировка. То есть она сделана в этом году. Татуировку на тело я наносить начал буквально. То есть мастер мне сделал ее только в этом году. То есть до этого времени я только грезил. Я хочу, 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 как в принципе все люди. Очень долго вынашивали эту мысль, да? Конечно. То есть многие люди спрашивают еще, когда смотрят, трогают. А можно потрогать? И потом вот следует вот эта фраза. Ой, а я тоже хочу и тоже планирую. Не достают этими вопросами. Я тоже хочу, а сколько стоит, а где делал. Я в принципе привык уже к этому, потому что действительно очень много, действительно одинаковых вот этих серых вопросов. Обычных. Ну а вот в плане значения. Вот есть рисунок, наверняка же не просто так он сделан. Конечно. Не от головы. То есть перед тем, как правильно говорили, надо подумать хорошо. Например, у меня на левой руке это фотография в память отцу. То есть в память об отце я сделал себе фотографию его на руке, как ангел-хранитель, можно сказать. Вот. Как бы так же в жизни случаются разные моменты. В том плане, что я когда-то ломал руку, у меня на руке была тяжелая операция. Ставили пластину, у меня остался огромный рубец, огромный шрам. Как бы его сейчас еще видно, работа не закончена. То есть вот он еще виден. Здесь он уже как бы закрыт. Вот. Следовательно, я что, мы долго с мастером рассуждали. Это всегда идет обсуждение с мастером. То есть приносишь ему эскиз, он говорит, а этот рисунок на коже будет смотреть совершенно по-другому. Давай предложим другой вариант. Обязательно с эскизом приходить или просто с идеей? Можно с идеей прийти, конечно, безусловно. Но желательно мастера говорят, прежде чем прийти, лучше принесите какой-нибудь свой вариант, и мы от него будем плясать. Вот. И у меня есть любимый фильм «Пила». Может быть, видели такой фильм. Вот. И как бы мы придумали огромную тему. Как бы она сейчас еще в процессе. Вот это вот буквально вообще... Свеженькая. Это свеженькая. Ей вообще два дня. Это первый сеанс, она вообще не закончена. Как бы вообще это будет рукав большой. То есть все вот здесь будет закрыто. На вены очень похоже. Вот. Это будет все одна большая тема. И как бы больше всего, для чего я это сделал, многие говорят, а зачем? Зачем тебе именно этот рисунок на твоем теле? Это красиво. То есть, прежде всего, например, на пляже раздеваешься, все взгляды, пускай они осуждающие, пускай они, наоборот, восхищающие, но все равно... А девушки как реагируют? Девушки вот именно вот это вот, про что я говорил, то что, а можно потрогать? Ой, а это больно. Самый популярный вопрос, больно ли это. Могу сказать. У каждого человека свой болевой порог. То есть кому-то это может быть дико больно. Например, мне это было как? Как будто кошка царапала когда-нибудь вас. Ну вот, в принципе, такое же ощущение, только такое, знаете, постоянно, постоянно, постоянно. Очень-очень долго. Да, очень-очень долго, часов в шесть, наверное. Нормально реагирует. Кому-то нравится, кто-то прям смотрит, а можно посмотреть, и рассматривает меня просто как скульптуру, например, в мою руку. Не как скульптуру, а как арт-объект. Ну, наверное, да. А теперь вопрос Дмитрию, который знает все про то, как наносятся татуировки. Расскажите, как вы пришли к этому искусству? Как приняли решение сделать первую татуировку? Ну, изначально самая первая мысль о татуировке ко мне пришла очень давно. Помните, жвачки такие были, в них вот переводилки с татуировками. Вот в тот момент, когда я вот первую такую переводилку достал, прилепил ее себе на руку, я вот понял, я хочу, потом она смылась, я, естественно, расстроился, ну и захотелось... Приклеил еще одну. Да, приходилось есть много жвачек. Вот. Позже, когда уже, ну, собственно, стал маленечко повзрослее, там и с родителями попроще стало общаться, захотелось уже татуировку настоящую. Ну и вот как-то шел, шел и пришел. Ну вот самый-самый первый эскиз, он как пришел в голову? Это было что-то символическое или это демонстрация своей, там, политической музыкальной позиции? Что-то такое? В моем случае абсолютно нет. Картинки, которые на мне, они ничего не значат ни для меня, ни в принципе. Просто понравилась картинка. Просто сделал. А если продолжить о художественной стороне этого момента говорить, я, конечно, не очень сильно в стилях татуировки, знаю, что они есть, что их очень много. Какой вы предпочитаете, может быть, вот в плане искусства именно, наибольшую ценность? Я предпочитаю импровизировать. Вот пришел, нарисовал, понравилось, сделал. Или пришел, увидел другую картинку, доработал, доделал. Собственно, вот так вот. Как, ну, знаете, спонтанность, она, вот мне нравится больше всего. Также разные стили. Бывает, как вот в картинах, то есть пишут картины, разные стили написания. Точно так же и в татуировке. Можно в мультяшной какой-то манере делать. Сейчас тоже очень популярно стало. Я думаю попробовать все. Действительно, существует огромное количество стилей. И сейчас, в последнее время, наметилась тенденция русского стиля. Гжель, жестовские подносы, воснецовские картины, что-то такое, именно вот русское. Вы знаете, как бы сколько людей, столько и мнений. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кому-то также сейчас стал очень популярный стиль, называется blackwork. То есть это просто черный, ну, например, черный квадрат. И вот он набивается, и все. Ну, то есть он ничего не значит, там, может быть, ничего не нарисовано. Кому-то нравится. Где-то я слышал про черный квадрат. Не могу не затронуть такую тему, очень актуальную для нашей реальности. Это так называемые наколки. Татуировки, которые делаются в местах не столь отдаленных. И, соответственно, в условиях тоже непонятно каких. Что на это еще думаете? Ну, это отдельная тема для разговора. Антисанитария, это, конечно, очень плохо, вот именно в искусстве татуировки. Потому что, ну, мы все-таки в цивилизованном мире живем и стараемся, ну, как-то соблюдать все правила нанесения татуировок. Ну, вот как в криминальных структурах, там, не в основном, а в 100% татуировки наносятся, они что-то значат. То есть принадлежность к чему-то или, ну, я особо в этом не разбираюсь. Но, тем не менее, мы... Я бы вот, пожалуй, разделил мир татуировок с этой стороны от колючей проволоки и с той стороны. Это разные вещи. Максим, а вам доводилось сталкиваться с некорректными плохими работами, которые именуются именно наколки? Насколько я знаю, носителям татуировок не очень приятно слышать слово «наколка» в свой адрес. Да, именно слово «наколка», оно больше всего неприятно для мастера, потому что это может обидеть мастера даже. А как называется плохая работа, сделанная в тату-салоне? Партак, Путерброд. Вот так вот весело, смешно они называются. Сленг? Да, сленг татуировки. Это очень печально. Как бы есть, вот Дмитрий правильно сказал, это очень разные темы. Есть татуировки, а есть наколки. Есть художественная татуировка, которая может значить что-то именно для человека. То есть, например, как у меня, фотография отца. А, например, в тюремном жанре она имеет непосредственное значение. Художественная татуировка, она может ничего не значить. Это может быть просто красивый нательный рисунок, который будет украшать тело, который будет травиться окружающим. Но было, наверное, такое, что окружающие совсем не понимали, что это как раз объект искусства. Например, как-нибудь бабушка в троллейбусе. Конечно, конечно, были много вопросов. Самый задаваемый вопрос в этом плане, а что она означает? Что означает татуировка? И когда начинаешь просто отвечать, а ничего не означает, и сразу такое скептическое мнение у людей. Ага, значит, просто дурачок, который сделал себе рисунок. Ну, как бы я так же, вопросов много, я привык к этому, вот просто мнение под копирку. То есть вопросы под копирку. Я даже иногда просто на них не отвечаю, потому что, не знаю, не имеет смысла отвечать на, извиняюсь, даже глупые вопросы. Мне захотелось, я сделал это. Я так само выразился, можно сказать. Отличился от других людей, вот от этой. Я не хочу никого обидеть, но, можно сказать, от серой массы, у кого ничего нет, и которая имеет вот такое вот мнение, что если человек себе сделал, значит, он не такой, как все, и значит, она у него что-то значит, эта татуировка, значит, он как-то, я даже не знаю, как точно сказать, но вроде как-то вот так. Бытует мнение, что, сделав одну татуировку, сложно остановиться, человек сразу хочет сделать еще, 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 судя по нашим героям. Могу объяснить, как бы, мне мастер рассказал, как бы, у меня есть мастер, он более 15 лет в татуировке, и он очень в этом подкован, как бы, когда наносит татуировку, это занимает очень длительный процесс, например, от 3 до 6 до 8 часов сеанс один бывает. Сеансов, естественно, несколько, и с мастером надо о чем-то поговорить. Вот, я задавал ему этот вопрос, а почему, почему люди не могут остановиться? Еще в древние времена существовал такой, вот почему нравится людям проникновение иголки, это иногда, это не мазохизм, но это, к этому привыкаешь и без этого не можешь, дело все в этом. Существовал мете-ритуал, то есть, когда в племенах метили племена, всем хотелось, всем, ну, как бы, мужчины без татуировок, я вот слышал, тоже их, как бы, придавали в рабство. Все хотели татуировку, все хотели как-то выделяться, все хотели иметь свое значение, вот, это мете-ритуал, поэтому людям это, можно сказать, нравится, нательная живопись. Сделал одну татуировку, увидел еще одну тему, вот как Дмитрий говорил, что увидел рисунок, доработал, сделал, потому что очень понравилось. То же самое у меня, захотел закрыть шрам, ну, как бы, мастер предложил, а можно еще и вот этот рисунок добавить, и вот этот рисунок добавить, и все нравится, и в итоге мы из вот этого всего выбрали одну большую тему, как бы, я, когда думал о татуировках, я не собирался делать маленькую работу, я, значит, сразу сначала хотел большую, но не думал, что, конечно, она будет настолько большая. Увлекся. Глобальный план. Увлекся. А в жизни татуировки вам никогда не мешали, может быть, при устройстве на работу? Ну, честно сказать, нет. Для меня лично, и, наверное, для многих людей существует такой своеобразный тату-этикет, как, например, на мне сейчас майка, все мои работы, все мои картины, так можно сказать, еще пока не готовы, но ладно, они видны. То есть все видят, кто-то шокируется, кто-то осуждает, кто-то восхищается. Когда я прихожу даже устраиваться, например, на работу, я могу на работу прийти, вот как Артем, в деловом костюме. То есть существует этот тату-этикет, то есть на кистях нету тату, тату, на шее нету тату и на лице. То есть когда я могу одеть классический костюм тот же, на мне не видно татуировок. Все-таки вы об этом задумываетесь, что не должно быть татуировки на совсем уж открытых местах. Конечно. Это очень правильно. Безусловно, потому что работодатель может тоже их неправильно понять. То есть встречают, как говорится, по одежке, провожают по уму. Да, я думаю, человек, который будет доказывать свою правоту с татуировками на шее, на щеке, будет выглядеть нелепо. Вопрос обоим нашим героям. А чем вы занимаетесь в жизни? Как татуировка вяжется с вашей профессиональной деятельностью? Дмитрий. С нашей профессиональной деятельностью у нас с Максимом как бы есть одна общая профессиональная деятельность. Мы музыканты. С этой деятельностью вяжется очень хорошо. То есть там нет злого начальника, который может выгнать с работы, отругать за татуировку. А там наоборот. Как бы, ну вот внешний вид злого волосатого металлиста, ну представляете себе, да, обязательно должны быть татуировки. Там большая гитара или барабаны. Вот. Людям нравится смотреть. А при устройстве на работу, ну опять же, одевается рубашка и ничего не видно. То есть, ну можно, например, работать, а начальник твой даже знать не будет, что на тебе очень много татуировок. Опять же, надо задуматься перед тем, как делать себе тату. Потому что, если ты связываешь свою жизнь с шоу и собираешься зарабатывать миллионы той же самой музыкой, можно хоть всему, я не знаю, полностью сделать себе татуировки. Это не будет мешать. А если человек работает в банке и в тот же момент ему все-таки хочется сделать татуировку, надо задуматься, надо сделать так, чтобы она не мешала его профессиональной карьере. Испытывали ли вы влияние татуировки на судьбу? Может быть, были какие-то такие случаи? Очень интересный вопрос. Забыл совсем рассказать одну вещь. Когда меня постоянно спрашивали по поводу татуировки отца. Как бы, отец у меня умер. Сейчас его нет в живых. И как бы многие обсмотрелись передачи, вроде как-то называется «Битва экстрасенсов», по-моему. Там был какой-то сюжет, когда кто-то из так называемых псевдоэкстрасенсов сказал, «Нельзя наносить рисунок погибшего родственника на тело. Это может повлиять на судьбу». Никогда не задумывались, а почему? И вот когда задаешь вопрос, а почему нельзя? Человек так стоит и говорит, а я не знаю. Вот я услышал. И все. То есть никак не влияет абсолютно. То есть даже в те же древние времена, когда сражались оба войска, когда у них погибали братья, близкие люди, которые были намного сильнее их, они старались сделать силуэты рисунков своих погибших бойцов, чтобы быть сильными такими же, как они. Если брать такую сторону. А у вас не было случаев сплетения рисунков на коже и судьбы? Пожалуй, нет. Я, наверное, как-то к этому отношусь попроще. Я считаю, что татуировка – это всего лишь пигмент, который под кожей в определенном порядке, который складывается в какой-то рисунок. А давайте спросим у психотерапевта, что он думает по этому поводу. Когда люди придают какой-то глубокий сокровенный смысл татуировке, очень сильно в него верят, часто об этом думают. Ну, знать надо обладать особым мышлением, чтобы вот так погрузиться в смысл татуировки. Это какой-то татент там будет, я не знаю. Вряд ли вот татуировка на коже у современных людей, молодых, чтобы она влияла как-то на судьбу. Если что и влияет на судьбу, то какие-то там эпизоды внутреннего мира, какие-то переживания, они сами, конечно. А вот то, что ребята рассказали нам, зачем им татуировки, вот, может быть, это интересно. Судя по виду, они такие продвинутые ребята, они очень уверенные, легко, свободно говорят. Мне кажется, да, они знают, о чем говорится. Они еще и очень адекватные, ведь они, да, ведь когда надо, они их показывают, и, наверное, это помогает им и профессионально, и может, и деньги зарабатывать, и на пляже все замечательно, и девушки рядом. А вот когда не надо, значит, они у них там где-то под рубашками. То есть вот адекватные, да, правда, они относятся. Понимаю, что татуировки по-разному действуют на людей, их окружающих, и совершенно неуместно в некоторых профессиях эти татуировки демонстрировать, потому что они могут действительно вызывать отторжение, например. Представляете, юрист вам оформляет какой-то договор, а вы весь разрисованный, да. Некоторое недоверие возникает. Хотите вы того или нет, это есть определенное такое внутреннее в обществе мнение, да, вот оно существует. А вот на сцене просто замечательно, конечно. И я думаю, там они в центре внимания. Им надо центр внимания. И они, собственно говоря, не скрывают это, да, и говорят, я хочу быть в центре внимания, не хочу быть серой мышкой. Прекрасное средство. Сегодня оно работает, что там будет через 10 лет. Мы не знаем, а сегодня вот, да. Я думаю, на сцене они выглядят блестяще. Не знаю, как, ну, суть по виду, да, они уверенно выглядят, по крайней мере. Ну и, наконец, для тех, кто все-таки решился сделать татуировку, что бы вы посоветовали? Вы знаете, я бы посоветовал все-таки, если уж вы хотите иметь татуировку, ну, замечательно, но полагаться на то, то, что татуировка заменит вам ваш внутренний мир, и там вот оригинальность внутри, смелость и что-то выдающееся, чем вы можете выделяться среди общей массы людей. Вот это вот наивно так думать. Ну, возможно, вы что-то продемонстрируете, любимую девушку там, может быть, еще какой-то портрет. Но все-таки, если вы хотите действительно становиться оригинальными, мощными, сильными, то вам надо заниматься собой. А это уже внутри, а не снаружи. Ну, главный вопрос, наверное, сегодняшней передачи. Как вы считаете, татуировка – это искусство или уродство? Вы понимаете, у нас такое слово «искусство» уже как-то несколько потрепанное. Если человек берет и начинает что-то рисовать, используя собственную фантазию, то это почему-то обязательно искусство. Это может быть просто ремесло. Ведь чтобы что-то такое сделать, и можно было назвать, что это искусство, должен быть мастер. А уродство тоже мы можем встретить, смотря, как делать будет, смотря, кто делает, смотря, зачем делает. Вспоминается вопрос «Ответьте мне, как художник художнику, вы рисовать умеете?» Да, вы понимаете, как к этому относиться. А то, что люди хотят выглядеть красиво и выделяться, и свою индивидуальность подчеркивать, ну, в этом же нет ничего плохого. Методы разные. Вот их и используют то, как может. Это уже выбор каждого, делать ему это или не делать. И он еще какой-то способ найдет, выделится среди людей, продемонстрировать всю широту, красоту внутреннего мира своего. Спасибо. Ну что же, несмотря на долгую историю, у татуировки до сих пор есть как художественная сторона, так и сторона предрассудков. Здесь можно подвести итог, что однозначного ответа украшать ли свое тело или нет, не существует. Каждый решает для себя. У каждого свой имидж, профессия и жизненные убеждения. Но, как мы видим, с одной стороны это проявление индивидуальности, а с другой стороны отметина, которая остается с вами на всю жизнь. Поэтому, если вы уже решили сделать татуировку, все же семь раз подумайте и правильно выберите мастера, который обеспечит вам не только красивый рисунок, но еще и безопасность. Безусловно, не надо забывать, что сделанная татуировка через некоторое время может потерять актуальность и свести ее будет не так-то просто. И хотя, безусловно, татуировка может украсить тело, не забывайте о том, что эта красота довольно специфичная и подойти может далеко не всем. Помните о чувстве меры и не забывайте, что татуировка влияет не только на вашу внешность, но и на здоровье. Вы смотрели программу «За семью печатями» «За семью печатями» «За семью печатями» «За семью печатями» Продолжение следует...